Приветствую вас. Лично мне импонирует ответ моего коллеги, самый короткий, где он говорит о том, что вам нужно решить, что вы хотите. Вы понимаете, в чем дело? У мужчины свои взгляды на все. На отношения, на ваше положение в этих отношениях, на вашу позицию в отношениях, на свою позицию в отношениях и так далее. У мужчины свой взгляд. И то, что он делает, явно не похоже на предательство. Я поясню. Предательство здесь, это когда мужчина, и вообще любой человек, совершает какие-то действия, знаете, находясь в состоянии аффекта, в состоянии эмоционального переживания. То есть до конца отсчета себе в том, что он делает, не отдает. В вашем случае мужчина явно понимает, что он делает. В вашем случае мужчина явно отдает себе от счет в том, что он делает. И это значит, при условии, что он понимает, что делает. Это значит, что при условии, что мужчина отдает себе от счет в том, к чему он двигается. Это значит, что вы его поменять не сможете. А это, в свою очередь, означает, что вам нужно действительно думать о том, что важно и ценно в первую очередь для вас. Вот некоторые женщины, они позиционируют подобного рода отношения, как сами с собой разумеющиеся. То есть для них это нормально, для них это естественно, для них это, образно говоря, приемлемо. Понимаешь? Но есть и такие, которые все же считают, что подобное неприемлемо совершенно. И вот это нужно понимать, что у вас есть свой взгляд, у вас есть, как бы, свое мнение, у вас есть свои... как бы, ну, свои ценности. И эти ценности, они для вас важнее. Важнее, понимаете? Поэтому вам необходимо посмотреть на эту ситуацию через призму своих ценностей. Если вы приемлете для себя подобное поведение, то пользуйтесь тем, что у вас есть. Но логично, что вас, мужчина, ущемляет в... Например, в сексе. Вас, мужчина, ущемляет в близости и так далее. И, как бы, если так, то и не нужно тогда себе вредить. То есть, ориентируйтесь на то, ориентируйтесь на то, несут ли вам вред, объективный вред. Объективный вред то, значит, насколько вам плохо от того, что происходит сейчас. и, соответственно, если вам плохо, то и не нужно это как-то терпеть. Не нужно это как-то с этим мириться. И если вы будете это делать, если вы будете мириться с этим, то вряд ли у вас из отношений в принципе получится тогда что-то хорошее. Потому что вы будете несчастливы, а раз вы будете несчастливы, то откуда здесь взяться полноценным отношением уже между вами. Я надеюсь, вы это понимаете. И отсюда, как следствие и резюме всего, что я сказал, главное стоит, ну, как бы, главное стоит обозначить именно так. То, как вам лучше, то, как вам кажется правильнее, как вам кажется верным, как вам кажется приемлемым именно для себя, вот именно так и нужно именно так и нужно поступать. Мы за вас это решение не можем, не сможем принять. Мы и не должны его за вас принимать. Это было бы неправильно. Решение вам стоит принять саму. Саму. Но исходя из того, что вы сами для себя считаете приемлемым. Исходя из того, что вам не вредит. Это и будет справедливо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Лучше. Перед тем, как закончить, мне бы хотелось сказать, что мужчина не просто так ведет себя подобным образом. Ну, то есть, он не просто так, а, например, спит с другими женщинами. Если вы видите этот момент, видите, что он спит с другими, и знаете теперь, что он это делает, то необходимо вам понять, что это потребность. у мужчины это потребность. И данная потребность никак не исчезнет. Она будет с мужчиной. и либо вы найдете способ эту потребность удовлетворить у мужчины, да? Либо вы найдете способ удовлетворить эту потребность у мужчины. Либо вам придется с ней мириться. то есть, если вы для себя вот этот момент выясните, если вы для себя определите, что вы можете сделать реальное и по факту для мужчины, что вы можете сделать реальное и по факту для него, что вы можете сделать реальное и по факту для того, чтобы реализовать все его потребности, реализовать его его желания, Ланга, помочь ему в этом. Хочет ли он это сделать? Вот и совершенно вопрос. Я думаю, что вам имеет смысл сказать ему о том, что вы знаете. О том, что он спит с другими женщинами. Я думаю, что вам имеет смысл сказать ему о том, что вы выразите ему отношение свое к этому. И когда вы это сделаете, то есть когда вы выразите свое отношение к этому, и будет ясно, готов ли мужчина кто-то менять в своей жизни или нет. И вот тогда вы уже и примете решение о том, как вам действовать. Я желаю вам всего доброго, я желаю вас принятия верного решения и, как бы, если понадобится помощь, вы обращаетесь к психологам, выберите любого, который понравится вам, и, собственно, воспользуйтесь личной консультацией с тем, кто вам понравится, с тем, кто вам будет по душе. Всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok